Магаданский водоканал запустил мобильное приложение для потребителей. С его помощью можно передавать показания счётчиков и оплачивать счета. Как рассказала заместитель директора по правовым вопросам Виктория Карташова, система очень простая и интуитивно понятна, поэтому разобраться в ней смогут даже те, кто не очень часто пользуется электронными услугами. То есть в любое время, в любом месте будет возможность как передать показания в установленные законом сроки, а также оплатить картой коммунальной услуги, потреблённой по факту. Также возможно там смотреть историю передачи показаний, видно, историю оплат. Можно добавлять несколько лицевых счетов. В настоящее время я сама являюсь пользователем данного мобильного приложения, и оно достаточно простое и мне очень нравится. Ссылка на мобильное приложение имеется в квитанциях, QR-код, поэтому совершенно спокойно может любой потребитель с помощью мобильного телефона отсканировать QR-код и установить это приложение для его использования. Новое приложение особенно оценят те, кому раньше приходилось отправлять показания счетчиков посредством СМС-сообщений. Ведь теперь не нужно будет каждый раз вводить номера лицевых счетов и приборов учета. Кроме того, появится возможность оплачивать не только свои квитанции, но и родных. По словам разработчиков, в ближайшее время появятся дополнительные функции. На сегодняшний день уже реализована краткая информация по начислениям и оплатам. На сегодняшний день есть возможность оплаты банковской картой через мобильное приложение. В ближайшее время будет реализован вопрос технической поддержки, так чтобы те, у кого возникает сложность, могли задавать вопросы, чтобы мы могли также отвечать как разработчики. Ну и еще достаточно ряд функциональных задач в разработке в перспективе. Поэтому мы не останавливаемся, приложение будет развиваться, будем надеяться, что всем будет нравиться. Постарались сделать максимально удобно, интуитивно, легко. Ну, как вот коллега с предприятия «Водоканал» сказала, что приложение нравится. Будем стараться и дальше. Продолжение следует...